Березовая роща как палитра красок. Необычные картины из бересты создает Свердловчанка. Сперва по весне она собирает природный материал. Для этого подходят лишь полувековые деревья. А потом начинается чистое творчество. Из бересты рождаются слон или лось, а может быть красивый пейзаж. Сколько оттенков белого таит в себе береза, увидела Анжела Брик. Он будет находиться вот здесь, на переднем плане. Вот таким вот образом. Здесь крупным планом пойдет вот так вот дерево, березки. Из бересты Светлана вновь собирает березку, но теперь уже на панно. Заготовленная своими руками, кора в руках художницы превращается в картину. Она настолько богата оттенками, что и краски не нужны. Вот один кусочек вот так вот я приклеила на основу. Видно, да? Затем я беру следующий кусочек, наклеиваю рядышком таким же вот образом на основу. И так постепенно слой за слоем я заполняю всю основу. А дальше в ход идут ножницы и клей. Ведь панно из бересты, по сути, аппликация. После того, как все детали вырезаны, мастер приступает к созданию фактур и объемов. Прямо продавливаю с помощью удавилок. Вот таким вот образом показываю, как идет направление шерсти у нашего с вами оленя. Аппликацией с бересты Светлана занимается уже четверть века. Работа эта очень кропотливая. К примеру, это настенное панно мастерица создавала три года. Но результат того стоит. Вы знаете, вот взрослые люди радуются, как дети, глядя на свои первые работы. То есть они никогда не имели вообще возможности заниматься берестой. А тут вдруг из кусочков бересты получается для них это просто шедевры. Поэтому они гордятся своими работами, они хотят эти работы делать и выполняют их с удовольствием. Береста, оказывается, материал настолько благодарный, что из него можно делать все, что угодно. Туиса, изготовленные Светланой, пользуются спросом даже за рубежом. По словам знатоков, из коры даже самовары делают. Ведь она прекрасно держит форму. Роспись и резьба, и ажурная прорезная береста нам известна в изделиях и нижнетагильских, замечательных мастеров, курганских мастеров, которые сегодня очень популярны у наших покупателей. Сейчас изделия из бересты вновь входят в моду. Поэтому Светлана мечтает открыть свою творческую мастерскую, где будет не только продавать панно и туиски, но и обучать народному искусству всех желающих. Анжела Врик, главные новости Екатеринбурга.